Тренировка И координация как раз В игровых ситуациях Потому что любой свисток Всегда Какой-то неожиданность для игрока И кто как здесь ориентируется В этом тоже проявляется класс игрока После этого Мы видим ходьбу С подбрасыванием мяча Это придает и чувство мяча Чувство кисти Как раз первое такое знакомство После плавания с мячом Здесь мы видим жонглирование Ну уже двумя мячами Это естественно уже немножко сложнее Кач Здесь уже более плотное прикосновение мячом Ну хорошо если и качи делали бы коленчатые А не просто монотонны Это хорошо развивает и плечевой сустав И так далее То же самое разновидность Это имитация броска со спины С одновременной разминивой плечевого сустава Разминаются и ноги После этого переходят уже на пасы Особенность этих пасов заключается в том Что постоянно идет перемещение на поле Постоянно партнеры меняют своим местами Которые тоже не дают приспосабливаться К одной дистанции Здесь мы видим работу уже в парах Идет это боковой бросок С разворотом Ну самое главное чтобы разворот был бы в одной фазе С поворотом корпуса Тоже пара работает Один игрок дает боковой пас Другой задний После этого можно поменяться Здесь мы видим довольно сложный вариант Уже это Здесь задний Здесь мы видим бросок С подскока мяча В игре часто бывает Что сразу Неожиданно как раз для вратаря Когда получается мяч на воду Сразу его переводят без остановка дальше Очень эффектный бросок И в будущем значение его будет возрастать Основной бросок с разворотом корпуса Переводы Парок Значение этих бросков Тоже в новых игровых условиях Становится все больше и больше Потому что в игре динамичный Комбинационный и мобильный Довольно часто приходится завершать броски Без предварительной фазы Подготовки Сейчас мы видим боковой бросок С имитацией Создает впечатление игрок Будто он это бросит боковой Но на самом деле делает имитацию И отдает заднего Тоже приспосабливает кисть и плечевой сустав К разновидной работе Тоже самый боковой бросок с разворота Идет постоянное усложнение тренировочного процесса Тройка работает двумя мячами Здесь также это постоянно в воздухе два мяча И партнера надо увидеть периферийным зрением А здесь эта тройка уже работает Тремя мячами Более усложненный вариант Опять-таки переводы Очень сложная работа эта пара работает двумя мячами А это упражнение называется Обслуживание одного игрока У каждого игрока свой мяч И постоянно в воздухе несколько мячей Также здесь это некогда смотреть на партнера Потому что уже летит игроку другой мяч Его как раз дистанцию надо чувствовать Или увидеть хотя бы периферийным зрением Обратите внимание Здесь идет работа над жимом Важно при этом упражнении Чтобы игрок не выскакивал бы раньше Чем его партнер дает пас Как раз подстроить свой жим Под передачу Под пас партнера своего Желательно всегда повторять эти упражнения Делать их где-то 4 серии Ну на максимальном выходе Примерно по 30 секунд А здесь уже по сторону Обязательно надо Чтобы партнер Который обслуживает сейчас своего партнера Дал бы пас на максимальную растяжку Тогда это получится очень хорошая нагрузка И второй момент Который надо иметь ввиду Обязательно Чтобы пас обратно шел бы быстро Это не дает Как раз долго Думать и приспособиться Партнеру А постоянно заставляет Группировать свой корпус и ноги И уже это ждать мяч в другую сторону Вот сейчас видим Хорошее примерное исполнение Вот идет почти это На максимальную точку растяжки паса Подводные съемки Как раз показывают Это уже это пас из-под блока В игре очень часто бывает такая ситуация Что идет выход А игрок не может выдавать ему Из-под блока пас Он думает раньше получить свободное И только тогда хочет выдавать А тогда уже поздно Выход как закон перекроется В этом упражнении очень важный элемент То что вот как сейчас мы видели Игрок до получения мяча Фиксировал положение своего партнера А не тогда когда он уже получает мяч Вот посмотрел И теперь берет мяч Он уже знает куда давать И выдает пас из-под блока Хорошая опека защитников все время Вот сейчас мы видим Это в игре такой вариант Вот из-под блока пас И сразу выход И мы видим положительный результат А вот видите Как бывает Если игрок не сумеет Выходящему давать пас из-под блока И сразу выход пропал Технический брак Вот мы видим все-таки Какое большое значение Имеет в игре культура паса Вот у Александра Сергеевича Кабанова Наверное Очень большой спортивный опыт Я играл с ним на Олимпийских играх И наверняка у него есть что сказать Послушаем его впечатления По поводу водного пола Сегодняшнего дня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому